Просторы Вселенной не прекращают удивлять земных наблюдателей разнообразием загадочных объектов. Одним из невероятных открытий космологии ушедшего столетия стали квазары. Всем привет! Вы на канале Блиц Ликбез. Квазары – самые яркие и самые смертоносные объекты в космосе. По происхождению это центры галактик, которые не подходят под их стандартное определение. Также некоторые ученые причисляют квазары к черным дырам. Это самые мощные пылесосы, существующие во Вселенной. Они неизбежно всасывают все, что к ним приближается, разгоняя и разогревая это до немыслимых скоростей и температур. Вся эта карусель разлетается по полюсам и подсвечивается невероятно ярким светом, самым ярким, который когда-либо видела Вселенная. Также небезосновательна теория о том, что квазары – это зарождающиеся галактики, и мы можем наблюдать за их развитием. Квазары разбросаны по всей Вселенной. В основном это очень древние объекты, формировавшиеся на ранних этапах ее развития, но расположены они так далеко, что их свет доходит до Земли только сейчас. Расстояние до квазаров, как и других объектов дальнего космоса, рассчитывается с помощью эффекта Доплера. Они имеют красное смещение. Если коротко, то на спектрограмме в красную сторону смещаются объекты, которые удаляются от нас, а в фиолетовую, которые приближаются. То есть квазары движутся от нас и делают это с огромной скоростью – в 200 000 км в секунду. Напомню, что скорость света равна 300 000 км в секунду. Даже галактики удаляются от нас примерно на несколько десятков тысяч км в секунду, но никак не несколько сотен. Квазары являются весьма удивительными и загадочными внегалактическими объектами. Судя по всему, это самые сильные источники энергии в космосе. Эти объекты выделяют в 100 раз больше энергии, чем совокупность всех светил в нашей галактике. Представьте, один квазар размером с нашу Солнечную систему. По меркам космоса это микроскопический размер. Выделяет в 100 раз больше энергии, чем весь Млечный Путь. Невероятно, правда? Один из ближайших и наиболее яркий квазар 3C273 имеет блеск около 13 звездной величины и красное смещение 0,158, что соответствует расстоянию около 3 миллиардов световых лет. Самые далекие квазары, благодаря своей гигантской светимости, превосходящей в сотни раз светимость обычных галактик, регистрируются с помощью радиотелескопов на расстоянии более 12 миллиардов световых лет. На июль 2011 года самый удаленный квазар, его название вы видите на экране, находится на расстоянии около 13 миллиардов световых лет от Земли. Нерегулярная переменность блеска квазаров на временных масштабах менее суток указывает на то, что область генерации их излучения имеет малый размер, сравнимый с размером Солнечной системы. Как уже было сказано выше, квазары являются самыми отдаленными от Земли объектами. Это еще и самые древние небожители. Изучение квазаров позволяет увидеть Вселенную такой, какой она была от 2 до 12 миллиардов лет назад. Открытие квазаров, которое произошло в 1963 году, оказало огромное влияние на космологию, а также на разработку версии возникновения Вселенной. Квазары это еще одна большая загадка человечества, решение которой не найдено до сих пор, и сейчас мы находимся в поиске ответа, как они появились. Остается только надеяться, что узнав это, наша цивилизация все еще будет существовать. Вот так, друзья мои, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, пишите пальцы вверх. Всем здоровья и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok